Всем привет, с Вами Юлия и мой Факультет рукоделия. Время сейчас для всех непростое, вся страна отправлена на карантин или на каникулы, и многие ищут, чем себя занять дома. Для вязальщиц, я уверена, вопросов не возникает, благо магазины пряжи работают и отправляют посылки. Кстати, на Почте России есть услуга доставки посылки на дом за 100 рублей, имейте это ввиду, чтобы не выходить лишний раз из дома и исключить нежелательные контакты. Я думаю, Вы уже поняли, что у меня для Вас новая распаковка пряжи. Смотрите, вдохновляйтесь, вяжите и не поддавайтесь панике. И сегодня у меня снова идеи пряжи для тех, кто вяжет игрушки, а может быть только собирается начать их вязать. В прошлый раз я заказывала уже пряжу джинс от YarnArt. Сегодня я дополняю свою коллекцию вот такими четырьмя цветами. Многие знакомы с этой пряжей, если не вязали, то слышали о ней точно. По составу это полухлопок с отличными качествами. Я эту пряжу очень люблю. И сегодня хочу показать вязальщицам игрушек еще одну пряжу, которая по составу и по внешнему виду очень похожа на пряжу джинс. Это пряжа Амигуруми от Картову. По названию уже становится понятно, и картинка на этикетке говорит нам о том же, что это пряжа для вязания игрушек. На каждом оттенке этой пряжи фотография вязаной игрушки. И все они разные. Перебирать эти моточки и разглядывать игрушки на этикетке уже доставляет огромное удовольствие. Хочется показать вам их поближе. Просто смотришь на этикетку и получаешь вдохновение. Как я уже сказала, эти моточки очень похожи. Если в составе пряжи джинс идет 55 процентов хлопка и 45 процентов полиакрила, то в пряже Амигуруми 49 процентов хлопка и 51 процент акрила. Оба моточка весят 50 грамм, а вот длина нити немного отличается. В картопу это 130 метров, а в Ярнард 160 метров. Если поближе посмотреть на нити, то мы видим, что они очень похожи. У них одинаковая скрутка и толщина невооруженным глазом неразличима. А вот сами моточки визуально отличаются. У пряжи джинс он выглядит больше. Но это только лишь от того, что в мотке пряжи Амигуруми намотка нити более тугая. На пробу еще взяла от фабрики картопу пряжу Лули Бэйби. По составу здесь 50 процентов акрил, 30 процентов шерсть и 20 полиамид. В мотке 50 грамм и 148 метров. Вот такие два оттенка, синий и бежевый. Еще два моточка от Нака. Вот этот мятный оттенок Бомбина Марвел. Здесь 25 процентов шерсти и 75 процентов акрила. А в мотке 50 грамм и 130 метров. И второй моток Элит Бэйби Муар. С оригинальным неравномерным цветом, из которого получается красивое полотно. На картинке вы можете его увидеть. В мотке 100 грамм и 250 метров. По составу это 100 процентный премиум антипилинг акрил. Также моя коллекция оттенков для вязания игрушек пополняется еще четырьмя оттенками пряжи Белла от Элизе. Это 100 процентный хлопок в мотке 50 грамм и 180 метров. Вот такое разнообразие цветов и оттенков есть теперь у меня в запасах. Ссылочку на магазин пряжа Настенька Вы, как всегда, можете найти внизу под этим видео. В этом магазине весь ассортимент всегда есть в наличии, а новинки сезонов здесь появляются раньше всего. Скорей заходите и выбирайте пряжу на свой вкус и цвет. Очень советую. Еще можно заглянуть в раздел «Фурнитура». Я каждый раз заказываю для себя какие-нибудь мелочи. Там есть неплохой выбор доступных по цене спиц и крючков. В этот раз я выбрала набор нитенаправителей и вот такие мягкие наконечники для спиц. Их использую для того, чтобы петли не соскальзывали со спиц, когда Вы откладываете вязание или хотите его расправить, чтобы сделать измерение. Эти милые зеленые колпачки бывают в двух размерах. На спице от 5 до 10 мм и от 2 до 5 мм. Сделаны они из мягкого прорезиненного материала и хорошо держатся на спицах. Очень удобная штука, обратите внимание. А это моя подборка пряжи с прицелом на следующую зиму. Как говорят в народе, готовься они летом, а телегу зимой. И первая пряжа из зимней серии это Alize Superwash. Я из нее пока не вязала, но на днях ко мне заходила в гости подруга и она навязала себе и всей своей семье носков из этой пряжи. И выглядят они просто бесподобно. Это пряжа секционного окрашивания с невероятно красивыми сочетаниями оттенков. Обязательно зайдите на сайт посмотреть, какие еще сочетания цветов приготовила нам фабрика Alize. В состав этой пряжи входит 75% шерсти и 25% полиамида. В мотке 100 грамм и 420 метров. То есть носочки получатся тонкими, прочными и теплыми. Впрочем, вязать можно не только носки, но и шапки, шарфы, варежки, перчатки и все, что ваша душа пожелает. Следующая моя покупка – это пряжа из Троицка Зимняя сказка. И это 100% Козий пух, элитная серия. В мотке 50 грамм и 300 метров. И вы знаете, достаточно приятная на ощупь пряжа. Это естественно не кашемир, но пряжа достойная, чтобы обратить на нее внимание. Когда я выбирала для себя кашемир, я много читала о Козем Пухе и верблюжьей шерсти и о том, какими лечебными свойствами обладает эта шерсть. Поэтому в профилактических целях я решила повязать из такой пряжи. Возможно, это будет пояс, шаль или платок, возможно носки, я пока не решила. С этой же целью я взяла пряжу из Троицка верблюжья шерсть. Эти мотки идут по 100 грамм и 200 метров. На ощупь моточек с верблюдом уже более колючий, чем Козий пух. Думаю, надо связать из них образцы и посмотреть, как они изменятся после стирки, а потом уже будем решать, что из них связать. Если Вы смотрели прошлую распаковку, то помните, что муж у меня попросил свитер на лето из пряжи джинс от YarnArt и выбрал он вот такой синий оттенок. Давайте еще раз проговорю параметры этой пряжи. В составе идет 55 процентов хлопок и 45 процентов полиакрил. 50 грамм и 160 метров. Рекомендуемые спицы 3,5 мм. Номер этого оттенка 17. Вот так выглядит образец из этой пряжи. Я взяла специально спицы больше, чем рекомендуют производители. Вязала я его на спицах 5 мм. Моей целью было получить мягкое струящееся полотно для летнего изделия. И Вы знаете, мне нравится то, что получилось. Петли у этой пряжи всегда получаются ровные и красивые. Между петлями достаточно пространства, воздух будет свободно циркулировать, что важно для летних изделий. Попробовала связать узор, но муж его не одобрил, сказал, просто лицевая гладь ему нравится больше и не надо никаких узоров. Резинку пряжа держать не хочет, так что имейте в виду, что резинка получится плоской. Попробовала на лицевой глади сделать декоративный шов, вернее имитацию шва и пока он мне понравился. Муж тоже одобрил. И я думаю, что это будет модель свободной футболки с длинными рукавами, лицевой гладью с имитацией швов на лицевой стороне. Полотно получается очень эластичное, хорошо тянется, хорошо возвращается в свою форму. Теперь постираем и посмотрим, что будет после ВТО. И вот полотно после стирки. Визуально изменений почти не видно. По замерам лицевая гладь совершенно не изменилась, то есть пряжа не садится и не растягивается. А вот в том месте, где резинка, полотно как будто немного подсобралось и резинка уже не выглядит такой плоской. По замерам, в резинке ширина уменьшилась на 1 см. Хотя она осталась такая же мягкая и очень эластичная. На этом этапе мне все нравится, будем вязать. Также я связала образцы из зимних видов пряжи. Вот так выглядит пряжа Alize Superwash. Это обалденное сочетание оттенков. В изделии полосы будут не такими широкими и в зависимости от ширины в каждом из них рисунки будут по-своему неповторимы. Номера этих оттенков 44-47 и 67-64. Сейчас пойдем постираем и посмотрим, как поведет себя этот образец после стирки. Вот так выглядит образец из шерсти верблюда. Очень колючая шерсть. Думаю, только на носки можно использовать эту пряжу. Смотрите, как держится хорошо резинка. Может еще подумал какой-нибудь пояс связать в лечебных целях. И вы знаете, когда я вязала этот образец, то почувствовала тепло, которое шло от шерсти в тех местах, где пальцы соприкасались с пряжей. Удивительное ощущение. Видимо, не даром эта шерсть признана лечебной. Также постираем, посмотрим на этот образец, может помягче станет. Образец из пуха козы. Нитью этой пряжи достаточно тонкая, поэтому я образец связала в две нити. И знаете, что хочу сказать? Мне нравится это полотно. Образец получился мягкий и приятный, но колючесть у него все же есть. В пряже, кроме пуха, присутствуют волоски шерсти, которые колются. Когда я его вязала этими нитками, у меня также было тепло в руках. Вот что значит натуральная шерсть. Итак, идем стирать. И что мы видим после стирки? Я бы сказала, мало что изменилось. Может, слегка стали ровнее и чуточку мягче верблюд и козочка. Образец из супервош, на мой взгляд, не изменился совсем. При стирке вода оставалась прозрачной, то есть краска не линяет. И хочу сказать, что каждый из этих образцов по моим измерениям дал легкую усадку, а значит все расчеты стоит делать только после стирки. Резинки на каждом из образцов так и остались упругими. Наверное, это все, о чем я хотела вам рассказать. Надеюсь, что хоть немного вас вдохновило повязать. Переходите по ссылке в магазин пряжа Настенька, там вас ждет разнообразие пряжи на любой вкус. Не забывайте проявлять активность, подписка, лайки и комментарии, чтобы это видео Ютуб показал не только вам, а также всем, кому будет интересен такой обзор пряжи. С Вами была Юлия и мой Факультет рукоделия. Пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok